Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok все мы на самом деле собственно в польше прошли мы замечательно и быстро пограничный контроль сейчас мы присели переотдохнуть приотдохнуть ждем наш багаж берем автомобиль едем супермаркет ну по плану так по крайней мере и в квартиру либо наоборот квартиру по дороге супермаркет и в зал ну что-то такое у нас будет он согласен сама мощь от солнца сердца в сердце солнца в польше можно так делать вполне несколько сообщений в директ получил и вопрос следующего характера русских где долер друзья мои долер думаю что или дома или на тренировке объясню почему он не успел сделать паспорт вот так вот бывает у спортсменов готовятся готовят форму он полетел специально в калугу его получать но не получил скатался порожняком вернулся домой опять полетит в общем готовится он продолжает на следующий турнир хотел с нами конечно было бы с нами намного проще за ручку бы отвели загримировали на сцену поставили специально брали жилье еще одной такой комнатой а под долера планировалось но в общем не вышло у него поехать поэтому вот просто начал читать директ решил сразу просто закрыть как бы долер не появится в этой серии выпусков он вдруг не прилетит и так далее вот долера вы не увидите а на этом турнире вот а вот теперь все приехал наш чемоданчик с нашими порошочками порошочки 5 мы покажем хотя бы видели но мы еще раз сам их всех покажем все погнали те тачки тачки получать лучше забирать его можно убивать но на коже нормально если глющ потеряем тоже застрахованы поменяю одну новую через одну целую три десятых километра хлебки кукурузин сейчас ребят привет мы выбираем хлебцы я объясню одну вещь интересную про еду рома схватил такой зерновой хлеб он реально хороший да по составу но вот мы сравниваем эту упаковку и например вот эту дадим роману в руки и сейчас он скажет чем они отличаются в первую очередь там соотношение жиров нет нет в первую очередь руками что ты чувствуешь вес вес вот тут веса раза в три больше чем здесь при том что съест да рома к примеру там одинаковый объем то есть плотность калорий удельная да на продукт гораздо выше в таком хлебе поэтому если вы стремитесь к урезанию калорийности вашего питания и думаете сделать обед там на обед типа бутербродики с сыром конечно вам и выбрать хлебцы да либо куда более объемный пушистый хлеб даже вот этот хлебок он гораздо более воздушный и получится что вы сидите меньше углеводов потребив по ощущениям вашим тот же объем пищи да таким образом можно корректировать корректировать потребление калорий поэтому еще дарами нужно не покушать чтобы он был сытый да поэтому я его прошу выбрать себе хлебцы такие более объемные маленькая упаковочка это кукуруз кукуруза они воздушные прям очень даже интересный вариант время подкрепиться как обычно моя баночка с протеином возможно кому-то интересно что будет у меня сейчас мой перекус это банка арахиса 100 грамм и порция сыворотки 30 грамм белка у рома углеводов больше может греют в микроволновке там спагетти с мясом мы хотим сэкономить время чтобы мы были уже пуском энергия была у нас мы вот сейчас перекусим заселимся в номер и сразу отправимся на тренировку так вот бен он стоп анбреки был туда закануть музыка героическая и в этот момент я пью вот что ромка тоже анбреки был все взял без сахара без сахара ультра фиеста манга вы поняли да что мы тут тоже будем покупать все энергетики и всю газировку без сахара а варочи каникулы бонифация помните у нас еще на визу собеседование мы в польше надолго поэтому тут точными ролик про местную кухню вы увидите но приятно в целом приятно кстати кстати чтобы вам было интересно смотреть дальше следующий ролик будет отдельный кулинарный рецепт с шефом Русланом Халецкий кстати кто еще не понял Халецкий это польская фамилия мой дед поляк из дворянской семьи и я думаю что вкратце где-то во время нашего пришествия я вам вкратце расскажу историю рода фамилии герба Халецких хотя бы узнаете вообще происхождение моего рода частично помыли ручки антисептиком он будет у нас в машине жить так вот что будет интересно рецепт приготовления яичницы из яиц обалденный расскажу нет расскажу как сделать потрясающе вкусное желе из быца из быца генетик взял специально вкус клубника уже купил чтобы не забыть желатин а Рома ест тунец с фетучини да тут шпинат на горошечке какая-то грудка что ли или что тут такое и вот фаржа думаю ну все падаем в тачку едем мой арахис там мой протеин во мне фетучини в нем а Леха у тебя что? а у Лехи спагетти баланьеза сейчас он заберет их из печки и мы отправляемся я завожу мотор ну собственно отдыхали мы совсем не часик если честно кое-как себя содрали с этих удобных диванов а вообще когда по факту такая душевная компания собирается вот все в кайф все вот чисто дело только не качаться нет и качаться в кайф и живешь без дискомфорта когда никто не раздражает все как-то на одной эмоции на одной волне прям кайфовенько я конечно не в чайга где они твои вещи тренироваться я не для зала все поэтому максимально комфортная у нас компания максимально комфортная все все качаться качаться я смотрю сейчас на еду я думаю скорее уже в категорию зарегаться и уже это улучшать форму начать улучшать форму Рома сказал что сейчас я вам показался ему у нас там квартира номер дом короче что я не настолько говно как я вам об этом сообщаю вот я только тыгать чуть-чуть говно то чуть говно только потому что у него под кожей водички много сейчас слив начнется и все будет окей конечно ввиду того что у него две недели без тренировок и плотность мускулатуры не такая какая могла бы быть если бы были физически хорошие нагрузки но тем не менее по скажем так по сухости по сухости он очень хороший вот ну ввиду всего остального конечно будем сейчас будет какие-то манипуляции проводить вот ну у нас классика бургерами обожраться лазик сам и этим селиться ну это же все такое кризисы потусить пойти с оливочками оливочки да оливочки хорошо оливочки можно друзья мои если что оливки можно а вот сыр эти запретил а вот там я его я с ним буду а можно будет оливки купить а там я не знаю есть нет ничего сейчас мы просто найдем ему оливки со специями план сыр не будешь есть сыр лёньки отдадим у нас есть пылесос лёха растущим и молодой организм напоминаю приедет ростов там юля уже рада смотри я вам скажу одно друзья девчонки и мальчишки ни в одной стране мира нет таких девчонок как у нас в снг хотя так все-таки польша что-то около около все-таки соцлагеря туда были тоже мудрые мужчины они вместо того чтобы сжигать красивых женщин как-то делали европейцы они красивых женщин это размажали ну в общем боготворили цветы дарили украшения очень удобно ходить в магазин вообще не переживаешь какие-то непонятные злотые сколько сколько что-то что стоит я не знаю че чемпица че чемпица че чемпица да я разговариваю непонятно ладно типа окей вот поэтому ну завтра мы узнаем все-таки что там по курсам валют вам поделимся информацией хотя сейчас гляну по карте 6 оплата прошла а здесь 14 плн и вот и 14 плн и потратили ты выебываешься кстати что я про больше чем я сам я просто хочу чтобы люди об этом знали и потому что они были вежливые а я со ржевки то нельзя это ржевка ребята такое место вот город санкт-петербург он такой большой и вот там где я вырос вырос родился я и на ржевке но основную часть жизни там прожил юный подоржевка такое место куда петербуржцы если была возможность не заезжать не заезжали а мои друзья одноклассники которые ко мне перемогли приехать в гости они потом в нашей гимназии прямо ну с гордостью что они были на ржевке играли на ржевке футбол например и пизды не получили и с телефоном своим уехали обратно вот моржевка это такое интересное место вот была купчага но хуже была ржевка интересный тренажер мы нашли у нас круговые тренировки первые первая группа спина по три подхода три подхода широких так три подхода узких так следующая крупная группа грудь после этого плечи после этого руки грудь и плечи будут по 30 подходов работаем мы в диапазоне от 15 до 22 25 повторений вот и все у меня безумно блядь связки я ромки рассказывал диапазировал в общем что сейчас моими там ощущениями в теле форме я чувствую большой отек везде под кожей при этом реальную какую-то нехватку жидкости суставах и связках мне очень больно все буду приматываться потому что страшнейшая боль вот предплечье то что я две недели не качался да должны быть полностью восстановлены связочный аппарат за такое время без нагрузки а у меня наоборот бобо вот блогер блогер на самом деле я костюм ромки подарил но очень захотел в нем позаниматься вот ай ну еще сфоткаюсь в нем типа круто и в инстаграм выложу все-таки скажут вау крутой костюм но вообще он уже ромкин но я же могу ромкин костюм погонять правильно одна команда гадки снимай не буду гадки можно можно одна команда 1 герпес это цикл овса не рассказал он я я за угол захожу на правах самый здоровых заливый И шумно хочу, наверное. Но это меня касается. На самом деле я обычно не так ору. Просто привычка говорить громче на камеру. Потому что фоновый шум. И зачастую меня раздражает, когда я смотрю видео, что человек в кадре говорит очень тихо. Или, например, ведущий говорит адекватно, а человек в кадре тихо. Тоже прислушиваться. Баланс нарушается. Поэтому гостей всегда прошу говорить громче. Ну и стараюсь их направлять куда-то. Потому что на самом деле в действительности очень сложно. Зачастую вести диалог с кем-либо в кадре. Потому что люди стесняются. Вот правильное слово. Не ругательное. Стесняются, я думаю. Правда, это сложно. Это сложно говорить на камеру. Я, если помню, в времена, когда я начинал свои первые попытки ютубничества. И, конечно, люди писали не самые доброжелательные комментарии по поводу того, как что-то происходило. Но со временем все осталось так же хреново, но вы привыкли. Я нашел узкую тягу, она с той стороны. Сейчас папа Руслан доделает последний подход. И мы пойдем на узкую тягу. А я три уже сделал. Пацаны, сильный. Ебнишься, бицепс вы видели, пацаны? Смотрите, блядь. Смотрите, блядь, бицепс. И еще, и еще. А я помню первый ролик, который мы с Ромой сняли, когда мы начали с ним работать. Люди писали, типа, у него нет рук. Честно скажу, вот у меня... Иногда я смотрю на Рому и думаю, ну не может человек так спрогрессировать. То есть, ну просто как бы вот так вот. Думаю, надо программу спросить. А потом понимаю, так я же писал. Но нет, ну реально просто, ну прогресс прямо вот вау. И это не я отмечаю, а отмечают все. Мы же про. Про. Мы еще и напихаем. Напихаем вот в свои, в ваши. И вот в их, кто будет на сцене. Наше время придет. С этого воскресенья. А ты должен играть песен? Наше время пришло, наше время настало. Также слов я не знаю, но типа, Леха у нас молодой, он, наверное, какие-то песни знают. Или это же старые песни. Фак. Мне кажется, любые песни, которые знаю я, они старые. Априори, бля. Априори. Девят, вы смотрите, вот это вот, вот гай. Сейчас глубокий, красивый буду. Все как надо будет. Все прям муа. Вот так. Главное, чтобы судьи в глаза не ебались. Посмотрели прям куда надо. И все будет хорошо. Еще сливаться особо не начались, но у меня с задницей уже подсекаться началась. А моя такая анатомическая особенность, что жопа у меня, в принципе, ну не секется, плохо сечется. А у меня уже. А сейчас она потихонечку уже начинает подсекаться. Надеюсь, на сцене все будет шикарно. Я в это верю. Свято верю. Ну, он всегда во мне уверен в разы больше, чем я сам в своих силах, на самом деле. У меня постоянно очень много сомнений, очень много, ну, очень критично к себе отношусь, в принципе, как и любой спортсмен. Поэтому тренер любого спортсмена уверен в своем спортсмене больше, чем сам спортсмен. И это должно быть так. Если, скажем так, спортсмен излишне самоуверен в себе, то это, блядь. Ну да, не знаю, что там было или нет, но да, ну да. В общем, мы на узкую тягу. А, кстати, ребят, расскажу вам секрет про механизм на самолет, чтобы термометр был всегда в норме. 600 миллиграмм процетамола выравнивает температурку вообще на ура. И спится после этого в самолете отлично. Вот. Да. Приходится жульничать. Но, знаете, было бы стрёмно. Так, в аэропорту сказали бы тебе, что-то вы тёплый, 37,3. Не такая уж температура это, на мой взгляд. Вот. А сегодня, если по плану, мега круто поспать. Для этого у нас будет куча бадов. И мы на ночь примем 200 миллиграмм 5-гидрокситрептофана, 400 миллиграмм гамма-аминомасляной кислоты из гриба чага, наша габа, 5 грамм глицина. И прямо с царством морфея отправляешься. И я уверен, что длинный, долгий сон, который я планирую сегодня, поможет мне до конца восстановиться. И, конечно, то, что вы пишете. Сколько вы пишете? Ребята, да я бы с 40 дом вышел на турнир с такой поддержкой. 37 это вообще мука. Короче, поставь больше, а? Да, я хотел на вторую. А то он мало воткнул, а первая восстановитель. Ну, прямо. Я, конечно, не про, не про, как Роман. Но он тоже не самый главный дрищуган. Причем обратите внимание, рифма Роман-дрищуган. Всю жизнь она за мной, этой рифмой, тянет. Отматывайся. Субтитры создавал DimaTorzok Сива и мось. Хорошо. Сейчас написал менеджер, ну, мы их так что купили, разовые занятия. Написал менеджер, что приносит свои извинения, и мы можем заниматься в зале бесплатно. То, что сказал директор клуба. Очень приятно. Хотя до этого буквально я спросил, есть ли вообще гостевые. Даже гостевых нет, только платно. Я говорю, вы там не партнеры или турниры? Они говорят, нет, вы не партнеры, большая сеть, типа, международная. Тут ничего такого нет. Вообще без проблем. Говорю, давайте разовые можно купить? Все, супер. И водичку еще купили. Вообще никаких проблем, ни претензий. Мы даже не просили бесплатного впускать. А прикиньте, прям вообще... Приятненько. Казалось бы, для клуба это мелочь. Ну, то есть 20 долларов, грубо говоря. Вот с нас двоих. Оператор Леха у нас с прицепом. Но все равно, когда начальство вот так вот реагирует, вот такие, это безумно приятно, это располагает всегда. Хотя, казалось бы, они, ну, мелочь для них. Вот, но некоторые, некоторые руководства клубов, и у нас в России, и в Санкт-Петербурге есть такие клубы вообще, которым наплевать. Спортсмены, вы не спортсмены. На соревнованиях вы или нет. Нет, и все. Мне лично эта политика не близка. Я хоть и не хозяин клуба, но когда к вам приезжают какие-то спортсмены из других городов и просят потренироваться бесплатно, это очень круто, когда даже сетевые клубы позволяют это сделать. А вот тут минутка рекламы, друзья мои. Чемпионат России АФБ состоится в этом году в чудесном городе Тюмень. Так вот, пока предварительно для всех ребят, кто являются членами команды Genetic Lab, вход в клуб Siberian Heat моего друга Виктора абсолютно бесплатный на время до, во время и после проведения чемпионата России в Тюмени. В общем, все мои друзья, все ребята, кто в генетике, Siberian Heat для вас открыт всегда и постоянно. Касательно всех участников чемпионата России, кто приедет в Тюмень, я думаю, что буквально вечером со звоню с Виктором и мы согласуем возможность для вас посещения этого клуба абсолютно бесплатно на время за неделю, во время и неделю после чемпионата России. Тюмень – чудесный город, я был там неоднократно, он чистый, опрятный. Там один из лучших аквапарков России, там прекрасно проводится турнир, там действительно очень увлеченная и любящая бодибилдинг президент Федерации, одна из сильнейших сборных России в целом по бодибилдингу, поэтому, друзья мои, в этом году у него почти шанс посетить Тюмень и поучаствовать в чемпионате России. И, в общем, а давайте уж авансом, ведь, братишка, меня прости, но, в общем, всем участникам чемпионата России при предъявлении на рецепции клуба то, что вы участник чемпионата России, также всему тренерскому составу, всем судьям вход в Сибирианфит свободный. Так, Ромка опять навешал, а есть проблема, если Ромка навешал, я должен поднять, потому что, ну, это, надо его мотивировать на новые подвиги. Ух, грудь аж сводит. Просто грудь я немножко потренировал, уже тоже дома, в день до отлета. Очень, кстати, анатомически приятное расположение рукояток и траектории движения. Называется это SportsArt. Впервые вижу, кстати, этот тренажер. Но, ну, не тренажер, а эту фирму. Но мне понравилось делать. Прям плюсую. Рубай, сейчас расскажу историю. Кайф. Вы сейчас смотрите, одна маленькая ошибочка. Вы сейчас подумайте себе, можете в комменты написать, можете себе пометочку сделать в голове, но лучше комменты. Комменты помогают каналу расти. Смотрите. Ну, чуть-чуть пошире, как это, и дальние пацаны чуть-чуть. И вот так, некомфортно так делать. А вот так же, то правильнее. А если вовсе некомфортно. Вот. У тебя так корпус в более правильное положение приходит. И давай поменьше, Гонтель Костич, походим. 14-е повторение просто. Ну, в судьбом случае. Большие. Большие взял. И это на сушке. Я просто помню. Ну, видите, ванная забывается, а это все можно найти на канале. Я помню, как первые упражнения на бицепс мы делали с удержанием, когда Дима еще вратынцев был, что-то там десятки или 12 килограмм просто там было. Отвал башки. Что-то пампит у тебя просто. И пампит, и... Мне кажется, он пачку хлеба сожрал по дороге просто всю. Не, я съел там... Что-то нефлекло. Очень круглый, очень велик. Сколько литров сегодня воды? 8 литров. 8 литров воды. В машине паста. Паста с тунцом и курицей, нагретая в микроволоке. Завтра яичинка. Завтра яичинка была. Все идет, ребята, по плану. Вес мы утром посмотрим. Ну, на самом деле, нет, ребят, сомнений в весе. На самом деле, если честным быть, нет сомнений ни в чем. Единственное, что мне лично хотелось бы, чтобы было, конечно, больше времени от регистрации до турнира, просто чтобы сделать для вас такую более насыщенную форму. И все атлеты в равных условиях, да, поэтому все абсолютно адекватно для сцены. Но хочется вам, знаете, такую наполненность, да, и в этом сухость. Не можем мы только гликогеном нагрузить там за одну ночь. Да, просто скажем, мы будем кушать углеводы уже в этот день, по весу контролируя. Но вот, в общем, так. Хотелось бы больше времени от организаторов. Что за просто? А? Да? Ты напрягаешься? Рома решил, он не может просто удержаться. неудержимый. Причем, представляете, ты голодаешь самых не сильных пост, так скажем. Ну да, было. Ну, было совсем. Вот так, вот так, давай красиво. Вот это, чуть-чуть. Только отойдет с каменью. Вот и красиво, да, ребята? А теперь давай, пофиг на ноги. Бочок, в стуточку встань, просто встали. Вот, оттяни. Хорошо сделано. А теперь, набор на пресс навалить еще. Турор, толикозе. Опа! Вот так. У меня пресс не очень красивый. Он у тебя хороший. Чтобы на него наваливаться. У тебя все отлично. Наменяй. Ага. И ягодицы напрягисения. Ага. Еще бы, блядь, накачаться за эти три дня успеешь. Посиди. Вот, очень карно. У тренера есть секретная методика. За две недели, блядь, другой дурак сможет, тем более, на химии. Да. Научился скручиваться, мне кажется, прям, еще в линеечке будут в двойном бицепсе, блядь, заебись. Килограмм 10 набирать надо. Ну, чтобы как бы, выйти как бы. Ну, мне 10. Да, 10, 10. 10. Тут с моим ростом 95 минимум. А если я сейчас 86 могу ужаться, значит, нужно... ты вближаешься, выжимаешься критично. Не, не критично. 85 критично все, пиздец. Я не плыву на 86. я такой. Я это делаю уже на 2-3 часа и потом сразу тебе ем. Ну вот, Леха меня величит, Португалия, охвал, не был живчиком. Здравствуйте. Мы ужины. Уже, думаю, были 12 часа ночи. Одновременно поесть не получается, потому что сковородочка одна, кастрюлька, пока нарезали. В общем, у меня, кому интересно, яичные белки, 8 штук, желтки 2 штуки, баклажан пол штуки, 2 огурца, немного зеленого лука. Если бы это понюхали, это очень вкусно пахнет. А, еще пол авокадо. И выглядит, в принципе, вкусно. У Лехи, яйца, хлебцы, салат, оливки. Ну, в общем, выглядит лучше, что у меня. Я думаю, что у меня даже вкуснее. Яйца, салат, кстати, ой, я еще не доел. Салатик, а тут вместо масла я посыпал его лецитинчиком, и прям очень вкусненько. Очень. Да, тут немножечко морковки есть. Завтра зальет, пиздец. Форму не сделаем опять. Ну, да ладно. Всем, кто смотрит этот ролик за завтраком, приятного аппетита. И за обедом. Ну, как правило, ролики все только тогда и смотрят. Ну, кто на кардио, наверняка вы делаете его натощак. Вот, поэтому вам приятного аппетита, когда сядете кушать после вашего кардио. Вот. У нас прикольненько, ребят. Ну, в плане, закошим хорошо, дома хорошо, погода хорошая, тепло, в помещении комфортно, очень просторно. Мы вам не показываем, видите наше жилье, потому что посмотреть, где мы живем, смотрите следующие ролики, где-то будет. Завтра план у нас тренировка, поездка в большой супермаркет, сходить в аптеку, нужно кое-что купить, поработать, работы очень много на самом деле, поотвечать вам всем, в директы, в инстаграмы, отработать все сообщения в мессенджерах, потому что, ну, там прямо, сегодня день мы посвятили так, а условному обустройству. Вот. Ой, устал, если честно. Ты как? Уже нормально. Безумно сильно хотелось скушать, потому что сегодня очень мало ели. Вот. Считай, позавтракали, потом вот, мы увидели, наверное, я там фитучини эту съел. Ну и все, по сути, мы вот поехали к десяти часам тренироваться. К девяти. К девяти. Ну, по местному времени к девяти. А время уже без пятнадцати и двенадцать. Собственно. Скоро спать. Да. Я спать не хочется, кстати, пока. Если честно. Ну, сейчас мы не начали, на расслабоне. Может, что-нибудь сможем так включить. Вот. Ну, ладно, друзья, наверное, Лешку надо скорее отпустить, потому что он тоже вместе с нами. Не даст, не даст. Да, да. Друзья, лайки, комментарии, пожелания. И до встречного выпуска.